После победы утром начали приезжать машины, автобусы, совершенно незнакомые люди. Приехала первая делегация Салушты нас поздравила. Потом приехали из Каменки, со старого Крыма. Потом мне звонили с Симферополя, что там даже салют был после того, как объявили итоги конкурса. Ну, я так думаю, что крымские татары, во всяком случае, очень даже отпраздновали здорово эту победу, но и не только. Вот оказалось, что и русскоязычные, и подруги приходили, поздравляли. Прежде всего, это гордость. Прежде всего, первый раз в жизни вообще на европейской сцене прозвучала крымско-татарская речь. И когда мы с ней даже разговаривали, что она говорила, мамочка, кто будет приходить? Передай всем огромное-огромное спасибо. Потому что, когда я выходила на сцену, я чувствовала, что за мной народ. Стоит народ, и я слышала даже стук сердец каждого из них. И я, ну, можно сказать, передавала ихний голос. И многие вот люди, которые у меня тоже встречался, разговаривали, они все дуа читали. Даже бабушки говорят, на коленях стоя сидели. Дуа читали, говорят, чтобы она победила. Они гордились ею. И все, когда мы это ей передавали тоже, она была очень, в общем, благодарила. Всегда со слезами. Спасибо моему народу, что поддержали меня. Всегда она была в таком настроении. А еще я думаю, что ее победа сплотила крымских татар. Еще больше. Как-то вот, вы знаете, даже которые 10 лет нас не видели, сегодня даже к нам пришли поздравить нас. Одноклассник какой-то тебе звонил. Да, 40 лет не виделись. Сказал, 45 лет я его не видел какой-то. Я только хочу пожелать всем россиянам, и кто вот это вот такое все говорит, не надо завидовать. Надо научиться радоваться. Радоваться всему. И тогда мы будем всегда жить дружно, мирно и хорошо. Кстати, власти никакие не поздравляли ничего. В отличие от новой волны, когда дочь наша победила на новой волне, то были и телеграммы от правительства нашего Крыма, и все. А пока еще никто нас не поздравлял. Субтитры сделал DimaTorzok